Он говорит, что сам свое лицо, отражение лица видит в воде то же самое с сердцем человека. Как это будет? Когда человек смотрит в воду, если я улыбаюсь, значит я получаю то же самое положительное зрелище. Отражение будет одинаково. Из кошков, значит будет кошков. То же самое говорит, что сердце друг друга чувствуется. Говорит она, вот если же, вот в этом секрете Якова. Якова, Аллах Шалом, всю свою дорогу при встрече с Исаавом заставил свое сердце любить Исаава, даже что он тоже не любит его. Он заставляет себя насильно, насильно, да, он говорит, я, я люблю его. И каждый раз, когда он дает задание своим слугам, что он говорит? Он зовет его братом, он зовет его своим господином. И так далее. Почему? Вот чтобы пробудить свое чувство любви к Исааву. И это говорит Дарав Деслер, эта телепатия так работает, что сердце Исаава пробуждает любовь к Якову. Эксперимент каждый может сделать, если имеет врага. Вот с кем вы не ладите, если, да, но здесь все это, да, если есть кто-то такой, значит, если вы сидите и думаете про него, я его люблю, я его уважаю, я его люблю, я его уважаю, он придет и будет совсем другой человек. Это высказывает нашим мудрецов, и это то, что сделал Яков. И Слав смотрит на все это, говорит, Яков, ухажаемый мой братишка, я тебя люблю, я тебя уважаю, у тебя большая, огромная семья, мне не нужны твои подарки. Как не нужны? Слав говорит, не нужны просто, что тебе сказать, говорит, у меня есть очень много, есть ли Рав Ахи? Если у меня очень много чего есть, говорит, Яков отвечает ему, не, говорит, бери, говорит, пусть будет то, что у тебя есть, твое, возьми мое тоже, почему, есть ли коль, у меня есть все. В этом разница между Яковом и Исаавом. У Якова все есть, у Исаава много есть, но еще чего не хватает. Вот это мировоззрение двоих братьев, то, что хотел сказать здесь наш уважаемый. Человек, мураеве, работай.